всех приветствую на моем канале друзья если вы находитесь здесь значит вам также как и мне интересная тема fpv гоночных квадрокоптеров и некоторое время назад я собрал вот такого красавца на базе рамы creation fury hd cinematic это рама которая произведена в украине никаких пока нареканий по рамке нет она очень интересная и функциональная а сегодня я для вас подготовил обзор на прикольный фиолетовый полетник с флаймода это полетник gravity f7 и он также как и рама разработан в украине также вместе с полетником я заказал на пробу один акроповар gravity 120c аккумулятор это 6-ти баночник емкостью 1 1 ампера посмотрим что он сможет показать и начнем обзор именно с этого аккумулятора если сравнивать по габаритам этот аккумулятор с классическим цена шель который также имеет емкость 1 1 ампера у них в принципе ширина и высота практически одинаковые однако по длине цена шель немного длиннее примерно на пол сантиметра давайте узнаем вес этого аккумулятора аккумулятор без термоусадки весит 209 грамм цена шель у меня в тоненькой термоусадочке и его вес 214 грамм по заверению производителя этот аккумулятор должен отличаться от других реально высокая токодача и соответственно низким внутренним сопротивлением элементов сейчас мы это дело проверим подключаю этот аккумулятор к своей зарядке sky rcd100 и проводим несколько тестов подряд примерно вот такой вот порядок значений получается и в основном некоторые банки имеют сопротивление даже в 1 миллион да конечно же я согласен что это не совсем точный тест но все-таки по нему можно понять примерное состояние аккумулятора в общем-то в среднем элементы имеют сопротивление на конкретно этой зарядке в районе 5 ну и максимум 7 миллион и теперь подключаю цена шель цена шель у меня конечно не новая ему примерно два месяца летая очень мало в месяц может быть вылета 3 делаю ничего себе 11 миллион на первой банке может быть это плохой контакт в разъеме проверим еще раз 10 10 до в общем-то первая банка моего цена шеля почему-то немного съехала по значениям если все остальные банки в принципе еще пока находятся на нормальном уровне но первая банка уже подросла до 10 миллион и позже этот аккумулятор начнет соответственно сдаваться раньше за счет немного испорченной первой банки в принципе по тестам на столе этот аккумулятор выглядит очень привлекательно но позже я конечно же протестировал в деле соберу новый дрон или точнее свой старый дрон который на текущий момент выглядит примерно вот так это именно тот дрон на котором я тестировал дал проб холдой и почему-то когда я его уже принес домой оказалось что у него сгорел процессор на полетнике как так вышло непонятно но я нашел один отпаявшийся провод скорее всего банально коротнул на в бат потому что с полетухи я его забирал еще рабочим поэтому друзья у меня есть дрон на который я ближайшее время установлю новый полетник от fly модов теперь по полетнику друзья здесь конечно используется очень маленький шрифт и большинство элементов видно очень очень плохо поэтому нужно будет руководствоваться схемой которая есть в большом разрешении на сайте fly мод с правой стороны находится разъем micro usb здесь разъем для подключения регулятора 4 в одном конечно же есть контакты под пайку если хотите припаяться напрямую по этим площадкам я уже рассказал ранее здесь варты находятся здесь 6 варты ровно по центру контакты сель и sd для подключения компаса если захотите собрать какой-то дальнолет прикольные длинные площадки для подключения лэда то здесь ground 5 вольт и лэд если у вас на каждом лучу по лэду можно будет спокойно запаять их сюда здесь находятся два контакта дфу при их замыкании полетник войдет в режим прошивки если каким-то образом он в этот режим не войдет сам сюда подключается камера и есть у полетника очень много перемычек каждая перемычка очень важно для задания определенного напряжения на устройство 1 перемычка находится здесь на данный момент если мне глаза мои не врут здесь она находится в положении 9 вольт то есть видео передатчик будет питаться от 9 вольт по умолчанию соответственно если захотите видео передатчик запитать от 5 вольт перемычку нужно будет перепаять правое положение 2 перемычка находится ровно по центру она задает возможность управлять дистанционно с помощью режима юзер один в полетных режимах питание видеопередатчика то есть вы можете включать и выключать 2 бэк дистанционно с помощью режима если ее распаять питание соответственно будет подаваться на видео передатчик постоянно 3 перемычка находится здесь и с помощью нее можно определить будет ли запитана fpv камера от 5 вольт которая генерирует бэк полетного контроллера или от 5 вольт которая генерирует бэк встроенный видеопередатчик я не думаю что имеет какой-то смысл запитывать камеру от бэка видеопередатчика поэтому оставляем ее положение по умолчанию и четвертая перемычка находится с этой стороны вот она здесь спряталась она задает возможность подключения к первому варту приемников по протоколу sbass или же по протоколу crsf crossfire fly sky и так далее если у вас приемничек фарскаевский вы хотите psbass подключиться соответственно оставляем ее в этом положении если вы хотите использовать здесь crossfire как я буду это делать то нужно будет перевести ее в положение вправо наконец-то мы разобрались с перемычками давайте теперь пройдемся по элементам на обратной стороне полетника здесь f722 процессор 16 мегабайт на флеш память под black бокс обычная микросхема osd хотя для нее заявлено питание через lc-фильтр 6000 гира опять же питание через lc-фильтр и заявлено что ее питание развязано от питания процессора то есть якобы должно быть меньше шумов барометр для любителей создавать дальнолеты находятся вот здесь и здесь два элемента бэков соответственно 5 вольтовый и 9 вольтовый бэк а для того чтобы припаять пищалочку нужно будет использовать эти контакты и конечно же если вы хотели прямо напрямую пищалку припаять вряд ли вы найдете пищалку с такими широко разнесенными контактами поэтому придется использовать провода вес полетника кому это интересно 6 35 грамм далее переходим на fly mode именно здесь продается этот полетник напомню fly mode отправляют по территории украины стоимость 39 99 в принципе это нормальная цена за современный f7 полетный контроллер наличие есть много единиц этого полетника основные характеристики я конечно же вам уже перечислил и давайте я сейчас поищу что-нибудь о чем я не говорил конечно же есть камера control и есть поддержка всех современных прошивок при том для бета fly ему flight на удивление я открыл конфигуратор и в списке вижу target gravity f7 что в бете что в ему это реально приятно для и нам пока есть собранная версия 251 где-то здесь в конце я видел ссылку до айна в 251 есть полноценнейшая схема в высоком разрешении по подключению этого полетного контроллера здесь конечно все очень хорошо видно что куда паять поэтому очень советую при сборке дрона на этом полетнике пользоваться этой схеме важная информация здесь указана по поводу настройки всех перемычек по поводу прошивки говорят что нужно переводить вручную полетник в режим дфу однако я это никогда не делал всегда полетники переводились в дфу самостоятельно также важно сразу после сборки дрона на базе этого полетника обновить шрифты на оезде потому что микросхема завода поставляется чистая и обязательно нужно подавать питание на сам полетный контроллер потому что от юсб скорее всего шрифты обновиться не смогут в общем вот такой вот полетничек на fly моде и пару слов по аккумуляторам они пока завезли только один шести баночный аккумулятор который меня интересует это соответственно версия с емкостью 1 1 ампера а для тех кто летает на четырех банках есть 1500 и 1300 и 1800 аккумулятор для четырех вес я конечно выбрал бы такой аккумулятор цена у него 28 долларов как выглядят банки я вам уже показал а вес такого аккумулятора заявлен как 184 грамма при том вес шести баночного аккумулятора 209 грамм но емкость здесь 1 1 ампера сразу не отходя от компьютера подключаю питание полетника вот так вот он прикольно переливается светодиодами конечно же сразу гира работает сверху я вижу барометр в портах ничего себе сколько портов да все доступно под ваши задачи configuration сразу 88 обратите внимание на значение углового поворота гиры хотя конечно же это можно будет установить в процессе настройки из интересного нужно будет посмотреть на поварен батарея вижу что здесь датчик тока стоит состояние 182 то есть его скейл 182 нужно будет проверить будет ли он соответствовать действительность если будет датчик тока врать можно будет поиграться с этим значением подвигать его вверх или вниз то что говорилось в описании под роликом смотрите здесь пишет бата флаж что везде чип не обнаружен и нужно подать питание на полетник поэтому кнопка обновления шрифтов пока не работает когда уже соберу новый дрон на базе этого полетника можно будет обновиться и последнее что осталось проверить это версию прошивки с которой он поставляется здесь кстати свежая версия бата флаж 420 а таргет гравити f7 производитель флай мод отключаемся вот такой вот полетник я вам сегодня показал друзья я конечно хотел бы на нем собрать новый дрон однако у меня есть старый дрон который почему-то потерял свой полетника полетник у меня здесь работы в 7 был именно на этом дроне я тестировал дал проб полды почему-то на полетухе дрон работал и уже когда я был дома через несколько дней подал питание на дрон дрон оказался мертвым и при более тщательном осмотре оказалось что у пищалки отпаялся красный провод и этот самый красный провод питания 5 вольт скорее всего дотронулся до в бат здесь есть целая куча конденсатора которые имеют на себе контакт в бат поэтому процессор успешно отдал концы в общем у меня есть отличный дрон который примет на борт этот фиолетовый полетник и здесь даже стоят фиолетовые моторы и конечно же позже друзья я протестирую и фиолетовый аккумулятор на этой сборке и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...